Те, кто партию и общественные организации, все мы поддерживаем нашего лидера Владимира Владимировича Путина, нашу партию и решаем в общем-то одну задачу, как на выборах 2011 года в декабре сохранить те темпы развития и стабилизации, которые достигнуты на сегодняшний день в нашей стране и отдать свою энергию, потенциал людям, которые будут нас представлять в Государственной Думе после выборов 2011 года. Уникальность нашей процедуры в том, что здесь мы можем обменяться мыслями, идеями, встречей и энергией, которая нужна всем, кто сидит на этой сцене. Уникальность в том, что каждый голос, отданный вами за каждого человека, он идет в копилку нашей работы, нашей души. Вот если посмотреть ваш бюллетень, то там очень, я уникальный третий раз повторяю, уникальность в том, что против нельзя проголосовать. Напишите нет, это будет за. Это вот та уникальная ситуация, когда мы объединяем позитив ради добрых дел. Поэтому я желаю вам удачи, поддержите всех, кто сегодня на этой сцене и кто не смог приехать, поддержите по вашему желанию. Я работаю в Государственной Думе, в первую очередь в интересах жителей Красноярского края, по согласованным, естественно, и заданиям, и позициям с губернатором Красноярского края, с правительством и законодательным собранием нашего края. Эти задачи конкретные и лоббистские. Мы работаем вместе с нашей группой депутатов от Единой России и конкретно в отчетке нашей работы и моей работы я чуть позже буду докладывать на выборах, когда будут идти выборы в Государственную Думу. Второй формат, который для меня очень важен, это, являясь членом Генерального совета партии «Единая Россия», возглавляю партийный проект «Национальная инновационная система», который обязан и должен представить те условия перехода на инновационный путь развития нашей страны, которые бы нам дали те преференции на сегодняшний день, которые у нас есть в потенциале. Мы уже в идеологическом плане дошли и до новой терминологии, и до законов, которые инфраструктуру инновационной экономики обеспечивают, это и патентное поверенное, и скволковое, и много-много других. Но, все-таки, эта идеологическая составляющая партии является локомотивом в этом направлении и представляет правительству и исполнительной власти свои варианты, как модели развития, инновационного развития нашей страны. Третий формат, очень важный, это общественная организация «Деловая Россия», кстати, которая входит в естественно народный фронт, и я представляю в том числе и общественную организацию, как вице-президент. Здесь, 26 мая, лидер партии, лидер национальный Владимир Владимирович Путин поддержал программу развития новой индустриализации страны, создание 25 миллионов рабочих мест до 2025 года. Это очень важная программа, именно с инновационными предложениями в той инновационной среде, которую создает партия вместе с исполнительной и законодательной властью в России. Так вот, эти 25 миллионов рабочих мест, в первую очередь, конечно, должны быть размещены в тех территориях, в восточных наших территориях, которые очень богаты природными ресурсами, очень богаты людьми. Но, вот, не только сырьем мы сегодня богаты, а нам нужно перейти на второй, третий передел и увеличивать ту добавленную стоимость, которая идет через нашу интеллектуальную собственность. И вот эти 25 миллионов рабочих мест, они тоже обеспечивают ту законотворческую мою работу, это по обеспечению налоговых преференций для реального сектора экономики. И вы знаете, что мы много рассуждаем, где взять те налоги, социально ответственный бизнес, всегда думают, как будут жить ветераны, пенсионеры, дети, инвалиды. Это вот по страховым взносам, вы помните, в опросках. И хоть какие результаты у нас действительно получаются. Ну и, наверное, в заключение хотелось бы сказать, что вот три формата, это Красноярский край, партия «Единая Россия» и «Деловая Россия» задают мне в моей работе в Государственном Думе основные посылы. Что я делаю для себя, для людей? Ну, как бы, вот по своей инициативе, это, конечно, я участвую в первую очередь в создании, как мне кажется, очень важной функции, это восстановление, возрождение духовных ценностей человека. В основном я работаю и помогаю восстанавливать православный храм. Ну и другие конфессии религиозные, которые традиционны в России. И второй момент, это, конечно, физическое воспитание молодежи. Являясь президентом Федерации бокса Красноярского края, мы имеем из Каннского призера Европы мальчика, а 10 дней назад получили чемпиона мира мальчика из Лесосибирска. Вот это такие виды деятельности. Слово для выступления предоставляется Казановой Татьяне Ивановне, директору средней школы номер 10 города Красноярска. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, что вы пришли сегодня сюда. И спасибо за то, что вы нас.